Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я вам хочу представить очень классное программное обеспечение TenoShare ReiBoot, которое поможет исправить несколько ваших проблем. Программное обеспечение поможет решить многие проблемы, с которыми каждый столкнется пользователь Apple техникой. Решения проблем какие могут быть? Завис на логотипе яблока, не включается экран, завис на шурке iTunes, исправление ошибок iTunes, ошибка такая как 4013 и 4005. Исправление ошибок багов TV OS iOS 14 Beta и iOS 13. Также Apple TV легко понизить с iOS 14 Beta до iOS 13 через Windows без потери данных. Также касается iPadOS, также Beta iOS 14 и ниже. Давайте перейдем уже к самому сайту. Что мы здесь видим? Видим сайт TenoShare ReiBoot, ссылка будет в описании, сразу же с подробным описанием. Что нам нужно? Мы здесь видим ту же информацию, что я сказал. Те телефоны, которые могут зависнуть просто черный экран. Здесь на шнурке iTunes в режиме восстановления, DFL режим, как можно еще назвать, и Recovery, то есть на яблоке завис. То есть это все те, могут быть баги из-за того, когда вы просто обновляете либо же через iTunes ваше устройство, либо же по воздуху, по Wi-Fi вы обновляетесь. Ошибки могут быть по разным причинам. Это именно та программа, которая поможет вам эти проблемы решить. Дальше. Что мы переходим? Выбираем загрузка. Здесь нам предлагают для Windows 10, 8, 7, Vista и XP. Жмем загрузить. Выбрали здесь для Windows. Пойдет загрузка, после загрузки уже будем дальше работать с самим приложением. После того, как мы скачали файл iBoot, открываем, дважды кликаем, нажимаем запустить. Проведем процесс установки. Выбираем для вас нужный язык. Для меня будет русский. Принять условия соглашения. Выбрать диск для сохранения. Я также запускаю процесс установки. И с вами наглядно посмотрим, как это будет работать. Все запустить, завершить. Здесь свернем. Здесь свернем. Теперь ждем, когда откроется сама программа. И конечно же, BrandMauser Windows блокировки предлагает нам разрешить этот доступ. Разрешаем. Вот нам выскочило окошко, то что наша установка прошла успешно. Также есть здесь такие подпункты. 10-секундный быстрый старт, либо полное руководство пользователя. Как пользоваться? Здесь войти в режим восстановления. Полностью процесс расписан. Как выйти из режима восстановления. Как восстановить систему iOS. Здесь все подробно написано. Подробные инструкции, как восстановить заводские настройки iPhone. И если мы хотим это подробно более изучить. Нажимая полное руководство пользователя. Нас бросает на сайт полностью. Со всем описанием. Даже с видео обзором. Главные функции, которые здесь описаны. Которые есть на самом сайте. Как все делается. Каждый режим. Как войти с того и с другого. Как бы никаких здесь нареканий нет. Каждый здесь разберется, как это все-таки отнимем пользоваться. Эта программа вообще волшебная. С вашей проблемой никаких трудностей не возникнет. Подключите устройство. Она автоматически определит проблему. Это будет либо на шнурке, если завис. Либо на логотипе Apple. Либо просто черный экран. Она автоматически определит. Просто нажмете продолжить. И процесс переустановки пойдет. Вы совершенно спокойно сможете восстановить ваш iPhone, iPad. Без каких-либо трудностей. Загрузится автоматический iOS. Бросится все ошибки. И ваше устройство будет совершенно как новое. Поэтому скачивайте. Все ссылки будут в описании на приложение. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok